Просто, честно говоря, за вашу девушку переживаю, потому что у вас есть единственный красивый человек в панели. Это правда. Гриша, это не ты. Я надеюсь, ты обо мне, да? Ирина Сидоренко, ваши аплодисменты. Много было сказано, интересного все. Закона нет, регулирование, что происходит, мыльный пузырь, немыльный пузырь, как с этим жить? Потому что вроде тема перспективная и хочется с чего начать, но вот страшно. Сейчас я, например, пойду в блокчейн, соберу деньги, а потом выпустят закон и скажут, ты сядешь. Ты сядешь. И сядешь. Саша, ты сядешь, Саша. Сядешь, и ты сядешь, и ты сядешь. Коллеги, и вообще, на самом деле, хочу тебе сказать, Женя. Поехали, Женя. Нехорошо, нехорошо ты поступаешь. Меня спасает только тем, что у меня самые красные туфли из всех спикеров. Это единственное, что меня утешает. Ты меня поставил в очень неприятное положение. Все тут так красиво расписали о том, как надо жить, что можно за одну минуту собирать миллион баксов, потом за две минуты три миллиона возвращать в Китай и не плакать при этом. Это, конечно, хорошо. Мне, в принципе, приходится, наверное, говорить, наверное, немножко опускать с небес на землю. Можно? Нужно. Простите. Простите, господа и дамы. Но придется мне это чуть-чуть делать. На самом деле, поднимите, пожалуйста, руку. Кто хочет за одну минуту поднять один миллион баксов? Не опускайте, не опускайте, не опускайте, держите, держите. Простите. Кто из вас хочет сделать это на бумажке, которая называется «белая бумажка», потому что, на самом деле, на ней юридически ничего нет. А что-то меньше стало рук. Держите. А теперь скажите, кто из вас хочет за это сесть? О, молодец. Мы с вами поговорим потом, хорошо? Ну что, коллеги, на самом деле, на самом деле, это действительно история серьезная, потому что мы сейчас получаем, знаете, живем в каком-то мире чудес. У нас есть СССР, которое реально поднимает огромные деньги, но у нас нет законодательства, которое эти вопросы решает. Но мы не дремлем. Мы не дремлем, потому на сегодняшний день мы уже можем говорить о том, что существуют некие практики привлечения к ответственности, но это тоже не история, на самом деле. Мы можем сейчас пугать всех ответственностью, понимаем, что наши бедные предприниматели, они всегда запуганы, запуганы властью с точки зрения ответственности. Наша задача сейчас совершенно в ином – дать вам закон. И принципиально важно для предпринимателя всегда, наверное, смотреть в будущее. Я вот могу в этой части, наверное, определить для вас те перспективные направления, которые мы увидим, может быть, в ближайшее будущее в нашем законодательстве. Блокчейн дает великолепные возможности. И эти возможности я, наверное, разделю на три большие части, три блока. Первый блок – это криптовалюта. Все, наверное, следят за биткоином, и когда они думают, гоже мой, когда бы вернуться, половина населения хочет вернуться в тот год, когда доллар стал 30, а потом стал 60, а остальная часть населения хочет вернуться в 98-99 год, когда биткоин стоил несколько центов. Сейчас он стоит 3 с копейкой, почти 4 тысячи долларов. Недавно стоил 5 тысяч долларов, возможно, дойдет до границ 500 тысяч, как об этом говорят некоторые международные организации. Это классная история, которая действительно может развиться. И проблема сейчас заключается в том, что мы попросту сейчас не имеем под это соответствующего правового регулирования. А как только оно появится, на самом деле у вас появятся уникальные возможности и входить в ССО, и решать многие транснациональные проблемы. И думать сейчас уже об этом надо вам. Потому что, например, тот же самый майнинг сейчас вне правового поля. Это значит, что у нас нет ни ответственности за майнинг, ни его регулирование. Одна проблема, которая вас сейчас, как предпринимателей, должна, наверное, озаботить, это только одна, пожалуй, связанная с криптовалютой. Отсутствие правового регулирования, помимо невероятных возможностей, того клондайка, который есть сейчас у майнеров и у криптовалютчиков, назовем им так, дает еще одну вещь. Вы не сможете сейчас себя защитить. И сейчас укради у Саши его муху, он с этой мухой никуда не пойдет, и никому не докажет, что те 6 точек, которые остались на бумажке, это была муха. Потому что никакое законодательство эту вещь ему не подтвердит. И вот тут думайте сами. Вы сейчас можете войти в этот высокорисковый инструмент и само воспонятие предпринимательской деятельности, оно на риске. Ирина, а что делает тогда предпринимателем, кто занимается майнинг, кто проводит ICO, планирует это делать, если такой бесперспективняк в словах слушаться определенные? Ни в коем разе. Как раз таки сейчас очень хорошо все, нет правового поля. То есть сейчас можно. Но человек не защищен. Вот сейчас ты можешь, Жень, совершенно спокойно манить. Извините, пожалуйста, а вы про Россию говорите вообще? Просто в основном компании же проводят... А про Россию. Мы сейчас говорим... В Сингапур это все. Господа, не лезьте в Сингапур, померьте моим словам. Просто не забудьте о Сингапуре. А Швейцария? Забудьте. Швейцария сама скоро о себе забудет, вы имеете в виду ЦУК, потому что сейчас пошло там ужесточение регулирования. Армения? Казахстан. Армения всегда лучшая. Всегда. Армения всегда лучшая. Казахстан. Очень хорошая страна, которая в ближайшее время даст хорошие результаты. Мы их с вами увидим. На самом деле ждите. Я думаю, что в перспективе в ближайшее время мы увидим все-таки регулирование. А с майнингом история такая. Вы можете намайнить сколько угодно денег, реально денег, но только в России вы их, к сожалению, не обменяете и налоги не заплатите. Не заплатив налоги, вы все-таки не введете их в белый сегмент, но в ближайшее время и эта проблема разрешится. И действительно, в перспективе это очень хорошая тема. С ССО. С ССО тоже классный момент. Представляете, вдруг устроить массовый инвестиционный форум, собрать с каждого по копейке и забабахать огромный классный проект. Чем не история? Чем не история? Это реально новая экономика 21 века. Эта экономика должна найти свои правые границы. Сейчас мы можем уже некоторые вещи проводить в рамках ССО, поднимать эти деньги. Но не ограничивайтесь лайтпеперами, постарайтесь делать и договорную основу, и благо в некоторых странах эта договорная основа есть. А сами, если вдруг решите инвестировать, кто готов инвестировать и получить 30 тысяч процентов в год? Отлично. Так вот, если вы хотите их получить, не надейтесь. Потому что фактически 30 тысяч процентов вы не получите. Честно, получите 3 тысячи процентов, и то не факт. И это круто, господа, 3 тысячи процентов. Олег сказал вещь. 2% скамовых проектов, да, ССО. Правильно, Олег? Олег просто говорит на сентябрь 2017. В декабре 2017 уже может быть этих проектов 80%. Знаете почему? Потому что большинство ССО заканчивают свою деятельность, те, которые уже запустились, в конце 2017 или в начале 2018. Вот тогда мы увидим хайп наоборот. Поэтому здесь надо тоже очень внимательно ко всем вопросам отнестись. Если вам обещают 30 тысяч процентов, поверьте мне, надо бежать. И, наконец, последний момент, где реально бизнес российский может очень хорошие результаты показать. Я понимаю, злоупотребляю временем. Это сервисный блокчейн. Потрясающая вещь. Если у вас есть настоящие истинные русские хакеры, если вы знаете, что такое информационная безопасность, если вы готовы сделать какую-то классную штуку для банков, для государственных органов, для частных лиц с точки зрения голосования, сохранения баз данных, еще какой-то штуки, сейчас же немедленно в это вкладывайтесь, вкладывайте свои деньги, вкладывайте свой ум. Потому что от этого зависит очень-очень много. Если в ближайшее время мы и можем говорить, что можем какую-то вещь решать в правовом поле уже Российской Федерации и получать за это баснословные деньги, это сервисный блокчейн. Поэтому майнинг и сервисный блокчейн. На этой прекрасной ноте я и закончу. Туда вам, господа. Спасибо. Спасибо, Лина. Вопрос. У меня вопрос. Извините, микрофон поправляю. Получается, на рынке пока нет регулирования. А куда вот людям идти? Вот сейчас ребята посидели, послушали. Есть у меня какие-то юридические вопросы. Я иду в юридическую консалтинговую компанию. Плачу деньги. Существует. И вы профессор же. Вы доктор юридических наук. Почему бы вам взять и не забабахать юридическую какую-то помощь, брать за это деньги, зарабатывать деньги и помогать людям не совершить ошибки? Занимаясь криптобизнесом. Спасибо, Жень. Мы на самом деле уже этой работой занимаемся. Мы создали большой центр цифровой экономики и финансовых инноваций. Это больше научный центр, примгимо. И там же проводятся некоторые, скажем, оказываются некоторые услуги, связанные с юридическими консультациями и провождаем этих проектов. Если вы посмотрите на сайты мегарегуляторов Сингапура и всех остальных так называемых островов чудес, в мире чудес ICO, вы увидите, что на всех регуляторах написано, обязательно должно быть независимая юридическая экспертиза и обязательно юридическое сопровождение этой вещи. Прикройтесь юристами. Знаете одно, 159 статьи УК «Мошенничество» у вас точно не будет. А все остальное – это уже на вашей совести. Руслан, нам нужно срочно к линии за консультацией. Уже? Мы с Русланом договорились. Мы, знаете, как занимающиеся честным майнингом. Сейчас что-то вас послушал и понял, что… Нет, майнинг – это действительно классно. Поэтому здесь очень много интересных вещей. Пока майнинг – это классно. А потом мы подумаем. Спасибо. Дружите с Ильиной Сидаренко, господа. Аплодисменты. Спасибо.